Так, есть еще книги, вот еще книги есть, почему-то никто их не разбирает, надо предлагать, надо спрашивать. Михтам Ледови. Мы читали уже и разбирали первые строчки, я их не буду разбирать, я их просто должен прочитать, чтобы мы пошли дальше. И уже говорилось о том, что этот Тегилин Псалом читается в доме Авель, человек, который потерял близкого родственника, и он сидит шива, и сидит 7 дней дома, и соответственно не выходит никуда. Часто организуется у него дома Миньян, и тогда, когда не читают Таханун в этот день, то тогда в доме этого человека в Миньяне читают этот Тегилин. Почему? Мы уже говорили, как бы задавая то, что речь идет о филе, о молитве царя Давида, в таком высоком чисто порядке, что говорит слово Михтам. Михтам – это от слова кетам, чистота, особая чистота золота, не все знают, что в Танахе именно кетам – это чистота золота, в разговорном иврите, через ряд пертурбаций языка это превратилось в пятно, а в общем-то речь идет о пятне из чистого золота. Еще мы говорили, что это инструмент с очень чистым звуком, особо чистым звуком. Соответственно, вот такая глуха. Михтам и Давид, Шамрейни, Эль, Ки Хаси Тибах, Храни меня Всевышний, поскольку я на тебя полагаюсь, и мы говорили, что мне требуется более высокий уровень защищенности, поскольку я добровольно, как будто менее защищен, на самом деле, конечно, более защищен, потому что если Акадож Барагу защищает, это другая система в мире действует. Говорится недавно в другом уроке совершенно, но это место я изучал. Скажем, в одной книге разбирается про пророка Ильяву, такая тема, он был послан Всевышним к одной вдове, чтобы в момент голода и, кроме того, гонения на него, она хранила его и как-то кормила и помогала его. Что получилось, у нее сын умер, и он обращается ко Всевышнему, что же это такое, человек делает такое хорошее дело, ты сам послал меня, чтобы я там был, и она меня кормила и помогала и так далее. И у нее сын умирает. И ответ, который он получает, был такой, что если человек выбирает правильную дорогу, то тогда у него дополнительная защищенность. Я не вхожу в детали, но в суть дополнительная защищенность в жизни. А если дорога неправильная, то не так, чтобы обязательно на него одни бомбы падают. Мы видим, что идут злодеи по дороге, ничего на их головы не падает. Но защищенность уменьшается. И тогда то, что могло не привести к этому, приводит к этому. Вот такой примерный ответ о механизме. Так Давид Амелов, царь Давид просит в этом пункте здесь, что поскольку полагается на тебя, и защищенность моя уменьшается, то увеличь, пожалуйста, твою защиту. Амарта, Амар, вернее, душа сказала, ла шем, еще раз мы говорим ла шем здесь, а та, то есть ты господин мой, душа моя говорит всевышнему, то вати, бал, алеха, кроме тебя никто мне реально ничего хорошего в жизни не делает. Так мы переводили. Я стремлюсь к тем, я все тут не объясняю, поскольку это был прошлый урок, я хочу быстро выйти на ту фразу, с которой мы начнем новое. Мои идеалы, это те, кедушим, как Авраам, Ицхак и Яков, которые уже в земле, они уже умерли, они уже лежат, их уже нету, но они мои идеалы. И очень сильно, сильно мое желание приблизиться к этим идеалам, так мы переводили. Те, кто идут вслед идолам, то есть вслед другим, ахер это что-то другое, кроме всевышнего, а это сплошь и рядом в жизни есть много примеров, как идут вслед чему-то другому, другому мировоззрению, другой биологии, другому построению жизни, другому образу жизни и так далее. Если человек вслед этому идет, в итоге, оказывается, успех у него немного, а наоборот, говорится, ербу от сватан, печаль у него увеличивается, поскольку так или иначе он видит, что это не твердо, что это даже с точки зрения рационального подхода, с точки зрения бытового подхода, другие идеологии и прочее, они как-то, если не сразу, то через 5 лет или через 10 лет, видно уже, что есть что-то более сильное, более новое, примитивный подход, это научная теория, она меняется каждые определенное количество лет, потому что что-то другое приходит, что кажется более обоснованным, более свежим, старые уже не кажется таковым, а пути, наш образ жизни и система взгляда на мир, который разрабатывается в Торе и дается человеку, то есть мудрость Всевышнего, она не имеет времени и невозможно сегодня сказать, открываешь книгу Мишли, царя Шломок, к примеру, или книгу Тевелин, которую мы читаем, невозможно сказать, что в этом году эта книга слабее, чем 5 лет назад, или вот видно, что это просто настолько не подлежит такому разговору, и вот поэтому нет печали, то есть если ты 20 лет назад читал эту книгу, тебе было хорошо, и через 20 лет будет хорошо, и не будет печали от того, что ты потратил время когда-то на то, что на самом деле мыльный пузырь, что встречается сквозь и рядом со всеми другими измами, я на очень бытовом языке это объясняю, и так говорится здесь, Ерву Ацватам Ахер Магару, тех, печаль тех людей, кто бежит за другим, за каким-то измом другим, Магару, бежит, торопится вслед, и сейчас слова, которые мы в прошлый раз разбирали, они были последними, дальше будет уже все новое, Дал Асих Нискэгэм Мидам, не собираюсь я, в общем так, я сейчас не хочу точно перевестись, я перейду вам сейчас тоже, но суть такая, не собираюсь я поклоняться их идолам, и воспевать песни, то есть, значит, и где бы ты ни был, и что бы ни делал, говорит, Родина вечно в долгу, и там партия ведет, и прочее, прочее, вот эти песни они собираюсь петь, это вспомнил перед партийным съездом, пели такие песни, вот, удручало всегда, и где бы ты ни был, и что бы ни делал, то есть, выхода не было никакого, ты всегда в долгу находишься, и это немножко было странно, потому что ситуация была, что круг, перед кем ты в долгу, это казалось бы мы сами, то есть, ты сам перед собой в долгу, это уж совершенно логическое нелегкость, то потом говорится, бал, асих, я не буду выливать, возлияние, несах, это возлиять, выливать, по-русски даже нельзя, низкие ГМ, все их возлияния, а у нас бы сегодня сказали воспевание идолов, а здесь, который на самом деле меда, обратите внимание, который на самом деле из крови, просто, что в наших карбанох, приношениях в хран, кровь тоже берется из животного, но не делается несух, не делается несах, не делается возлияние, а наоборот, выливается у подножия мезбеев, мезбеев это место, куда приносит карбан, то, что дико, неудачно, по-русски переводится жертвами, но, значит, сущность, почему кровь должна вниз идти, а у идлопоклонников кровь выливается наверх, сверху бьется, потому что у них большое значение имеет победить животное, и вообще у них нет модыду, как бы соревнование идет кто кого, в итоге, значит, берется животное, и, значит, участие происходит в радости победы над этим, но это опять, если войти в некоторые тонкости этого дела, то вот я в этом участвую, это Давид Амедов говорит, я в этом участвовать не буду. И более того, мы говорили в прошлый раз, как раз вот эта фраза, «Увал эсайд шемотам ал сфатай», и я их имена, этих идолов, всех любых измов, даже не буду произносить. Это очень сильная фраза, в прошлый раз сосредоточилась только на одном примере, на примере того человека, который, значит, еврейской традиции, его имя не произносит. Это человек, который был потом его последователем положен в основу религии, которая во многих странах, и вы, наверное, знаете, христианская религия, но имя того человека, мы не произносим. Почему особенно здесь так? Потому что слишком много крови нашей пролито за две тысячи лет под флагом, Христом и стягом той религии. Это очень большая трагедия. Поэтому тут и говорится, «Увал эсайд шемотам ал сфатай». Я их имена даже не буду на свои уста класть, чтобы не оскорнять свои уста. Нет, «несах» — это то, что выливает. Да, «несах». Не «скорян их». Не «савхимшина». Нет. Нет, так же пишется, да, так же пишется, да. Имеет, так сказать, определенное сравнение с этим словом, да. Все это было в прошлый раз. Пойдем вперед теперь. Пятая фраза. «Вашем мнат хилхи вехоси». То есть, Всевышний, ты... Тут интересный момент. Ты есть... Ты есть, до слова, ты есть моя судьба. Ты есть моя доля в мире. Вот твои интересы, а мы уже несколько раз в Тегилим говорили, ключ к пониманию царя Давида, вообще к пониманию этого человека, к пониманию, может, самих себя, может, такое оперативное правило для жизни. Оно звучит очень просто. Его не просто выполнить, я понимаю это. Это думать об интересах Всевышнего в этом мире. Мы настолько часто сосредоточены на своих собственных интересах, что у нас нет ни времени, ни желания, ни моральных сил заниматься интересами Творца в мире, поскольку мы считаем, что он сам разберется как-то со своими интересами. То, что разберется, у нас нет сомнения. Проблема, что он нас в этом мире, вот он как Адам, первого человека, он поставил его в Ганеде для чего-то, так точно так же и Всевышний нас поставил в этой жизни для чего-то. Оказывается, что у нас есть возможности и способности, мы не такие уже маленькие, как нам кажется, немножко задуматься, а что бы с точки зрения Всевышнего хорошо было бы в жизни, и хорошо было бы нам делать, и так далее. Понимаете? То есть как бы с точки зрения него подумать. И Давид Амелло здесь говорит, Сейчас я разберу это. Ты, мана, это порция, да, вы знаете, мана, это порция. Так мы говорим так, что ты есть доля, доля моей участи, или ты есть моя судьба. По-русски же нельзя гладко перевести это все, но чтобы вы почувствовали, ты есть доля моей участи. Это в таком горизонтальном смысле. То есть вот что в мире вокруг меня, я направо, налево смотрю, происходит, это все Акадош Баругу Всевышний, это он делает, и он дает мне это, это моя судьба. Вверх оси, кос, это, вы знаете, бокалы. То есть я в его честь поднимаю бокалы. То есть как бы вертикальный момент. Веризонтальный и вертикальный. Я смотрю направо и налево, я смотрю вверх и вниз, и я думаю, чьи интересы я здесь представляю на земле. То есть что бы мне делать так, что было правильно кому? Первая наша мысль. Мне? Каждый говорит, конечно. Мне. Может так говорить. Вместо этого оказывается совершенно революционный подход. Совсем другой. Что с точки зрения Всевышнего правильно? Мне бы делать? И это вопрос совершенно не нелепый, и не такой, что ишь, куда замахнулся, он и Всевышний. Ты лучше свои дела сначала разбери здесь, а уж он свои дела. Оказывается, не совсем так. Почему? Потому что когда ты начинаешь думать вот таким образом, это почему я сказал, это как ключ в жизни. Когда ты начинаешь так думать, ты начинаешь искать ответы, ты начинаешь искать пути и решения. Для него, не для себя. Ну и тогда по системе, как это говорится в перке, вот, если ты его волю поменяешь, таким образом сделаешь так, что это твоя собственная воля, то есть его воля, это будет твоя, то он делает так, что твоя воля будет реализована. Тоже, понимаете? Тогда оказывается, выступает очередность другая, что он начинает смотреть на твои пожелания и желания, как первоочередные, и сможет огне разиться. И конец фразы, пятый, тоже очень интересный здесь. Ата, томих, горали. Редкое слово, я не представляю, где это еще встречается в такой форме. Но я осторожно говорю, может быть я ошибаюсь, может где-то еще есть. Потому что томих не попадалось. Томих не попадалось таким образом, что надо даже его глубже рассматривать. Но у нас нет времени на это, ну все. Я просто как бы уже вывод делаю. Ата, томих, горали. Томих, значит есть глагол литмох. Знаете, томех, тот, кто поддерживает. Литмох поддерживает. Томих, это некоторая форма такого гефиль, да, грамматику, наверное, вы знаете. Некоторая форма активного глагола. Литмох так, я тебя поддерживаю. Что такое гефиль? Это я делаю, чтобы ты поддерживал. Да? Ну у нас одлокотный рот были. Восемь дней мы зажигали свечи. Что такое? Леодлик, наверное. То есть сделать так, чтобы они горели. Не я должен сделать кто-то, что что-то горит, а сделать так, чтобы кто-то горел. Говорится, леодлик. И сколько угодно. Леодлик, чтобы кто-то писал. И тут, получается, было бы, леодлик, это сделать так, чтобы поддерживать так, чтобы кто-то поддерживал. Это немножко сложно понять, да? То есть, получается, ата, то миф, горали, ты делаешь так, что я, спасибо, ты делаешь так, что я, что, ата, то миф, ты делаешь так, что я собственную судьбу могу поддерживать, я не падаю. Ты делаешь так, что гораль – это судьба. Все знают, да, гораль – это судьба, как мозаль, гораль. Между этими словами есть различие, но неважно сейчас. Гораль – это судьба. Ты делаешь так, что я могу свою судьбу удержать. Почему? В чем идет речь? Человеку, как говорится в поговорках, мало родиться в рубашке или там в каких-то еще, предметах, с ложкой серебряной, что-то такое. Мало родиться, например, вы знаете, примитивно, мало родиться в хорошей семье. Там в семье, где есть духовный достаток, где есть материальный достаток, где люди хорошо живут. Это очень хорошее дело, но это мало. Можно все это растерять. Деньги можно проиграть. Правильность, духовность, можно от нее отказаться. И есть сплошь и рядом родители такие, а дети другие, а внуки третьи, а правнуки четвертые. То есть, все неясно, ничего гарантии нет. Человек может на грубой языке разбазарить, растерять свою судьбу. То есть, сюда была, вот родилась, вот тебе возможность изначально лучше, чем у других. Вот это, это, это у тебя есть. Еще таланты и способности есть. То есть, все вроде бы есть. И может все это превратить в ничто. Поэтому, Давид Амелох видит корень ситуации, говорит, а так, то них, горали. Ты, так делаешь, что есть, есть, я думаю, хашем над халки в это си, я думаю о твоих интересах, а ты, то них, горали, а ты делаешь так, чтобы моя судьба не была проиграна. Слово, не играть в пластинку, а проиграть, в смысле, потерять, растерять. То есть, вот оказывается, как выходит, что если человек задался такой, совершенно невероятной целью, интересоваться, что бы хорошо Всевышнему мне бы сделал для него, то оказывается, вдруг, потом, рикошетом, он начинает, не в фокусе, так сказать, не так, конечно, с неба падает, что это, нет, он делает так, что он томих, он делает так, что судьба, у меня есть моя судьба. Но я же могу ее растерять, а он мне делает так, что я ее не растерял. Он не может за человека ничего сделать. Этот человек в жизнь приходит, чтобы сам свою судьбу определить. Но ему дается судьба, он может все это в ноль превратить. А вот оказывается, нет. А корень, это начало фразы. Я думаю, у тебя понятно. Что? Улучшит судьбу. Значит, это тавтологический вопрос, который вообще нельзя, значит, он понятно, симметрический, в другую сторону. Можно, так сказать, все испортит, а можно, казалось бы, все улучшить. Значит, я не буду этим заниматься, потому что, я вам скажу, он как бы, мы изначально в разговоре про слово «гораль» определяем так, что человеку дается определенная судьба изначально, и она, так сказать, будем для простоты считать, что это почти максимум, сколько человек может. И она хорошая. Все остальное идет, что он с ней может растерять по дороге. Яркий пример Адам Горишон. Что он имел? Ганеден. То есть он был на пике. Задачи его были определены. То-то, то-то и то-то надо делать. Нельзя одну вещь только делать. В итоге, мы знаем, что он горальство поменял, и он его растерял. И дальше уже мы с вами тянем, как называется, как-то лямку тянем. В итоге, вот эти вот неосторожники его непродуманных действий. Следующая фраза, вторая. Продолжение идет. Тоже я даю другой перевод, не такой, как у вас в книгах. Обратите внимание, никогда не удивляйтесь, если я перевожу иначе. У меня этот перевод как-то... Если бы руки дошли, я бы когда-нибудь, может быть, перевел бы тона не так, как переводят. Но я что-то не вижу, что у меня руки до этого доходят. Не доходит что-то. А все равно хочется. Понимаете, настолько поверхностные переводы, настолько, смотрю, прямо иногда переживают. Я не читаю переводы, но мне попадаются, у меня ученики спрашивают, почему написано так, а я говорю так. И так бедно, видно, настолько срезается буквально все, а все глубины исчезают. Куда они исчезают? Конечно, можно сказать, в оригинал надо смотреть, но тогда и переводы не нужны. А уже если перевод, то тогда надо, чтобы было бы поглубже. Читаем следующую фразу. Хавалим нафлули ба-не-ми. Переведем это так. Хавалим, хевель. Вы знаете, что такое хевель? Вообще-то хавалим это часто есть несколько правильных переводов слова хевель, как, например, территория, какой-то район страны, земли и прочее. Но вообще изначально первое корневое слово хевель это кнут. Не знаю, кнут, извиняюсь, канат, толстая веревка такая. Да, канат, такая толстая, толстая веревка, не тонкая, толстая. Почему район, территория называется хевель? Потому что веревкой отмеряли. Да, меры были, мерили веревками, там, каждую веревку в 50 метров и перекладывают, и так межу устанавливали между разными территориями. Так хавалим на флуле бенеем толстым канатом я в жизни не раз получал, Давид Амелов говорит, а это, а я рассматривал, как бенеем, на им это приятное. Он здесь не разыгрывает перед нами некоторого мазохиста, который доволен, что его бьют. это не Давид Амелов на своей жизни не это показывал, но он показывал глубину понимания. Судьба тебя вот этим хлыстом ударила, подумай, почему, понял, почему, если понял, опять, как-то распутать корни и прочее, и прочее, то этот раз становится наимен, потому что ты видишь, что, во-первых, наказание, которое в этом мире пришло, это идет в счет очищения, наказания будущего мира, а поскольку этот мир конечный, а будущее бесконечное, то спрашивается, где, значит, бухгалтерским образом, что выгоднее. Я не хочу сказать, что кто-то тут даже стремится к наказанию. Наоборот, наши учителя постоянно подчеркнут, что они не хотят наказания, когда выпадало на их долю, они говорили, что я не хочу ни наказания, ни награду за них наказание, что в этом мире наказание человек уменьшает его возможности служить всевышним, поэтому никакой там доблести нет в наказании. Если уже они пали на голову человеку, то оказывается, если ты только подумаешь, что это в счет идет Олам Габа, а он бесконечный, а здесь мир конечный, то это становится неимим. Неимим это, не знаю, так как не переведешь просто, ну, например, типа приятность, что в этом есть, в Каце определенная положительная сторона, и он учит нас видеть это. Хотя она очень непростая. Ах, более того, ах это более того, скажем так, на халат шафра Алай, тоже другой перевод, не так, как у вас будет. Я уже заранее как-то знаю, чувствую. Что такое шафар? Что такое, ну, шафар, это шуфра, что такое слово шуфра? Лешапер. Улучшать, да? Шуфра это красота великолепия. Есть выражение, есть выражение, шуфра де шуфра это сверхвеликолепное, что это просто красота из красоты, шуфра де шуфра. Так Иерушалай называется часто в книгах шуфра де шуфра. То есть великолепие, великолепие мира, это Иерушалай. Абсолютно. Так тут говорится так, что эти наказания мне, мало того, что это мне наимим, то есть я вижу положительную как бы сторону, не стремлюсь к наказанию, но если уж попало, говорится, хавалим на флуф. Если на меня уже обрушился этот кнут, этот канат, это толстый, толстая такая, знаете, веревка, если уже обрушилась на меня, то я нахожу в этом наимим. Кроме того, более того, Абнахлад Шафралай. Шафра это красота или А, корень улучения. Шафар, знаете, слово шафар призывает нас к совершенствованию, к улучению в Новый год. Когда трудят шафар. Шипур, для шафара это улучшит. И поэтому это получается судьба улучения. То есть не просто так у меня это все, а эти наказания оказываются еще нахлад шафрали. Мне еще наследство перепадет от наказания, что я могу стать лучше. Нахлада это наследство. Такое же наследство не будет, что я могу быть лучше. Наследство от этого кнута у меня будет, то, что я могу быть лучше. При условии, что мы не впадаем в крайность и не говорим, что нас надо, чтобы нас били. Но есть уже так получилось. Просмотри слово наимим там, то есть найди положительную сторону в этом и посмотри и так поверни, чтобы это привело к улучшению. Если человек начинает, например, если человек начинает смотреть на жизнь как мемурмар, только с огорчением, Хлопей Шамаем начинает уже говорить, что Всевышний там якобы несправедлив, здесь несправедлив и прочее, то он помимо того, что просто неправда, но кроме этого он теряет потрясающую возможность, он теряет возможность улучшиться, потому что пока он занимается критикой Всевышнего, он не занимается тем, что может быть выше и чище и светлее и умнее и прочее, и прочее. Следующая фраза. Следующая опять идет логически из предыдущей вытекает. Посмотрите. Аварев Эд Гошем Ашер Я Ацани. Я преклоняюсь, буду преклоняться, дословно, да? Аварев Слово берег колено в реку. Я буду преклоняться перед Всевышним. Почему? Ашер Я Ацани, потому что оказывается он мне через судьбу мою, через вот все это, мне разные советы в жизни дает. Я Ацани, да? Лицо. Понятно. Ашер Я Ацани, он дает мне разные советы, как мне в жизни жить. Теперь еще никто не родился, у кого есть телефон, факс и прочее с небом. В любую секунду он звонит туда и задает вопрос. Таких людей не было, таких людей нет. Машир Абейн, занималась так. Машир Абейн узнал, что он может войти в контакт со Всевышним. Так он не мог. Это он не мог. А к нему никто близко не приближается. Но как же Всевышний советует? Если так, то какие советы могут быть? могут быть через твою судьбу. Через то, что ты видишь. Я думал, что это плохое сделать, и не вышло. Всевышний не помог, не дал сделать плохое. Я думал, что это хорошее сделать, думал, как это невозможно. Кажется, можно было. То есть, все равно идет такая вот работа с человеком, только надо внимательным быть в своей судьбе. И не только в своей. Ад лейлот есруни кильятай. И даже буду благодарить за те ночи, когда меня мучили дословно, это очень дословно, но так, конечно, не имеется в виду, когда меня мои почки мучили. Что это такое? Это не экскурс в историю болезни царя Давида. В нашей истории болезни нигде не записано, чтобы он страдал болезнью почек. Конечно, люди страдают от разных болезней, но он не имел этого ряда. И нигде не записано, что он страдал этой болезнью. А имеется в виду, вот что, нужно тут понимать, что во всех наших книгах, и в Талмуде много раз на прямую, и в других книгах, говорится, что клоет почки это корень, скажем так, корень или центр переживательных мыслей человека. Я сейчас поясню, что есть мысли разные. Есть мысли духовные, мысли такие абстракто-дуковные, а есть мысли связанные с телесными потребностями человека, с телесной жизнью человека. И тоже мысли, и тоже его потребности, тоже его необходимость. И тут он говорит, что буду даже преклоняясь перед тобой за то, что я страдал по ночам. Давид Омена, кстати, как, наверное, вы слышали, мы тут говорили, может быть, не один раз спал, очень мало. У меня только просьба к вам не повторять его пути, потому что нужно его пути другие повторять и там стремиться как-то моделировать. они слышали, что Вильямский Галон спал два часа в сутки. Они тоже повторяют это. Почему нет? И все. Ладно, Давид Омена 2800 лет назад жил. А Вильямский Галон жил всего лишь 200 лет назад, как-то уже похоже на нас. Там мы еще не можем понять, а здесь можем конкретно в городе Вильна или Вильнюс он жил, могила его там находится. Как бы конкретные вещи. Раз он два часа, я буду два часа и так далее. Так, вот, несмотря на то, что он спал мало очень Давид Омена, порядка часу, а может быть, даже и меньше. Он страдал ночью, как бы, и все, а вся ночь у него от полуночи и дальше это были только Шерим Ветишбабон. Песнь Всевышнего. Вот наши тегилим это все результат его ночей, кстати. Это все продукция его ночей. Ну, не только это, но в том числе и наша книга, которую мы разбираем. И здесь говорится о том, что вот он страдал, то есть, а почки были вот излучателем этих страданий. и так все это говорилось, да, почему почки и так далее. Значит, на материальном уровне понадобилось дойти только уже до 20-го века, то есть тысячи лет наши учителя об этом говорили, тысячи лет это вторит, пока не открыли в 30-е и 40-е годы надпочечники и гормоны там, которые впрыскивают в кровь те или другие направления телесной деятельности, так сказать, устремление человека в области телесной деятельности и человек тогда может страдать или не страдать или так далее. То есть тут и целая работа идет. И надпочечник это центр один из сильнейших центров гормонов у человека и управляет другими центром. То есть не просто, а центр центров получается. И тут Давид Умелых говорит, что я также преклоняюсь перед тобой, что я страдал по ночам, но это же меня очищало и давало мне мысли и прочее. Опять речь не идет о мазохистском подходе. Здорово, чем больше страдает, тем лучше. Так нет. Но когда ты ретроактивно смотришь на то, что ты страдал, то ты видишь, что эти страдания тебе принесли то-то и то-то. Изначально запрещается человеку желать себе или кому-то страдания, это понятно. Поскольку никогда неизвестны границы страдания. Поэтому нельзя желать страдания. Кто выдержит, сколько нельзя выдержит и так далее. Но когда они есть, то тогда это другое. Следующая фраза знаменитая на вот, видите, прямо здесь. Смотрите на это вот. На щечку здесь. В синагоге в каждом месте, в каждой синагоге она есть. Шевите Хошем Ленегди Томит. Всюду есть перевод трудных. Попробуй переведи это слово. Шевите Варшебленный Гитаме. Мы переведем так. Несложный перевод. Вытекает полностью из нашего текста здесь. Шевите это значит соразмеряю Всевышний себя, свои, так сказать, поступки, интересы соразмеряю с твоими. А мы только что говорили, что ключ ситуации это думать, а чтобы Всевышнему надо было быть. Понимаете? Шеве это равенство. Так что видите, это значит я сравниваю не себя со Всевышним, а я сравниваю свой путь с тем, что ты хочешь и начинаю смотреть. А что бы ты хотел, что я хочу, что я делаю, что ты хочешь, чтобы я делал и так далее. Как ты управляешь миром, сколько я могу понять, как я этим занимаюсь и так далее. то есть по отношению к себе я пытаюсь сравнить, пытаюсь понять. И дальше он говорит кими мини бал эмоц. Ибо когда ты так переведем, я мини это правое, да? Когда ты справа от меня, я так сказать не буду сбить с толку, вот так скажем. Я не буду сбить с толку. Что такое справа? Во-первых, давайте вспомним, что Давид Амеллах это Давид Амеллах. Царь Давид. А по законам Торы, представьте на секунду, какой интересный закон, может не все знают. Царь, еврейский царь, обязан ходить все время, когда у него сэфер Тора находится здесь справа. Он как бы ее все время ходит и держит. Когда он перемещается, он все время должен держать сэфер Тора у себя в руке. Настоящий, как бы, только не говори, что высокое, тяжелое, чтобы трудно было ходить. Сэфер Тора, который в синагоге читается, всегда должен ходить с ней. Всегда? Везде. Всегда, да. А куда поставлю стать дальнейшим? Давайте для простых считаем, что всегда, что вам вашим умом будет достаточно, значит, вы подумайте, вы приверите идею. Будем считать не в туалете, наверное, да. А что он делает, когда он идет там, где нету? Там нельзя, потому что закон Торы, закон Торы, Пеша, Асар, Глуши Атир, закон Торы говорит, ходить все время с Торы, и закон Торы говорит, что нельзя сэфер их ходить в туалет заносить. Следовательно, понятно, что он не заходит в туалет сэфер ходить. Поэтому, можно так подумать. Всюду, где не может быть сэфер Торы, где тумах, он не ходит сэфер Торы. Всюду, где можно, там, в основном, всюду можно. Он сэфер Торы. Ходит. Я не говорю, что он сидит и кушает сэфер Торы. Это можно положить на шкаф. Но, когда он начинает перемещаться, все его движения должны сэфер Торы. Понимаете? Когда он сидит за столом и кушает, он не держит сэфер Торы. Так он говорит, пи ми и мини, бал и мод. Здесь это справа когда. Потому что это как бы все не напоминает, укрепляет меня и звучит как бы. А более, так сказать, перевод уже другой. То, тут говорится так, что если данный мод, это значит полетит. Литмоты. Так вот. Зятые, да. из этого корня гитмоты. Кто-то падает, кто-то не удерживается и обваливается. Биньян гитмоты. Здание развалилось. От этого корня. И значит, получается, что если Всевышний направляет на меня образно свою правую сторону, а у нас в образе представления управления миром, что правая сторона это хэсет, а левая сторона это гвура. То есть, если Кадош Барлу с точки зрения хэсет ко мне относится, то я не упаду тогда. То есть, почему? Потому что не так, что пусть он за меня делает. Я стараюсь, а от него хочу только, чтобы хэсет был. Понимаете, мой адрес. Остальное я сам уже буду делать. лахэн и поэтому выводы из предыдущих фраз лахэн самах леби мое сердце переведем сейчас простым путем, посмотрим, что потом сделаем. Лахэн самах поэтому сердце мое радуется дословно в прошедшее время, но это прошедшее продолженное время такое, знаете, как в английском past continuous то есть продолжается то есть все время поэтому сердце мое радуется ваягел кводи и непереводимо здесь видите, непереводимо здесь пушковод это честь как бы и суть и суть твоя радуется вот так пока скажем потом объясним и даже мое тело которое тело это все-таки телесная оболочка души и поэтому тело если так можно сказать подвергнуто всяким ошибкам поскольку он очень материальная часть человека материя уже предопределяет невозможность решения невозможность видения и так далее значит тело это ошибки так может даже тело ешконно в этом не говорится симха или гела потому что тело всегда источник огорчений человека может быть источник ряда огорчений но по крайней мере если не радость и не веселье то уж по крайней мере хоть надежность есть как говорится он же говорит я не споткнулся надежность есть есть как говорится бета бетафон есть чуть-чуть глубже чуть-чуть копнем лев лев это в этом контексте в этой фразе лев будет означать высшая духовность человека и она радуется симха это всегда симха шел дере гашем шел митсван шел дере гашем радуется тем что как человек может радоваться в наших постановках как душа может у нас радоваться Радоваться, что мы евреи. Радоваться, что у нас здорово, что такие задачи есть. Здорово, что такие возможности. Здорово, что нам мудрость Всевышнего приоткрывается столько, сколько мы можем подчеркнуть этой мудрости каждый на своем уровне. Это источник симхат лет. Понимаете, да? А что такое гила? Гила это, более так сказать, не сказать иначе, менее духовная радость, тоже духовная, такая умение, духовная радость, потому что слово легалот, когда человек раскрывает радость, когда это не тонкая такая особо тончайшая какая-то радость высочайшего порядка, а здесь погрубее, так, знаете, так вот, веселье, такое, радость, и тогда кводи от слова кавет мы переводим уже. Понимаете? От слова кводи кавет, почему я так споткнулся и не мог переводить здесь. От слова кавет, потому что здесь имеется в виду сердце, печень и тело. И в этой конструкции сердце это высокая духовность человека, а печень это его эмоциональная часть, потому что это, что такое печень, рассматривается нами, как перекачка крови, то есть где сосредоточен центр крови, это печень, а кровь это играет кровь у человека, кровь это его, так сказать, эмоциональные и прочие вещи. Я, вы говорите, душа, но я не хотел пользоваться этим, я не хочу входить в эти подразделения. Это, значит, эмоциональная и прочая часть. А про тело говорится, это проще, скромнее, что про тело не говорится, что тело будет радоваться, веселиться, а говорится, что оно будет, по крайней мере, надежным путем по жизни перемещаться. Следующая фраза, давайте еще. Мы сделали большое усилие, и мы закончим. Кило-то азов на вщи лишь он. Это очень логично вытекает из предыдущей фразы. Кило-то азов на вщи лишь он. Шеол, это как по-русски преисподнея переводится. Нет, ну, есть в старорусских текстах, наверное, Шеол там пишут. Шеол от слова Шеила. То есть, это куда перемещается после смерти душа человека, и где задаются ему вопросы, душе, ей. То есть, ей задаются вопросы. Или, если правильно, все-таки человеку нужно, говорит, задаются вопросы, но диалог с душой происходит, а не с телом. Тело получает два квадратных метра на определенном месте. Мы знаем, где каждый человек обеспечивается. Здесь битуа-флеуми оплачивает Израиля два квадратных метра. Соответственно, не все знают, потому что битуа-флеуми это оплачивает. Да, каждому человеку гарантируется захоронение. Битуа-флеуми берет на себя оплату расходов и участка даже. Вот до чего дело доходит. Если человек хочет особый участок, он должен платить деньги. Но если он согласен на тот участок, который ему все враг одинше даст, то он не должен платить или там его родственники. Это битуа-флеуми оплачивает. Так вот здесь говорится, что мне о теле. Но вопрос в душе задается. Ну как бы человек? Что? То место, где задаются вопросы, потом делаются какие-то выводы и потом следующие этапы перемещения души в том мире. Ну я об этом сейчас говорить не буду. Говорит Давид Амеллах, ты не дашь, не оставишь меня в шеол. Когда я попаду после смерти в шеол, то ты, Всевышний, будешь свидетельствовать сам мне, что я жизнь не так уже бездарно прожил. Откуда это идет? От начала, помните, начало сегодняшнего такого нашего, что у меня были и твои интересы, были моими интересами. И дальше мы говорили, вот так я понимал, так я понимал, это, это, это. И ты, как говорится, Лотто Азов, это, к тебе я говорю, ты, Всевышний, Лотто Азов, ты не бросишь меня в шеол, ты сам засвидетельствуешь. Если так можно выразиться, потому что там же сам Всевышний спрашивает, но он имеет ввиду, что каждый правильный шаг человека порождает Малах, порождает посланника на небе, или проклит мы говорим, или еще не санигор мы говорим, разные слова такие. То есть, как бы духовные элементы защиты, и мозаика, как из лего игрушек, выстраивается целая мозаика защиты человека в том мире. Лотто Азов, Хасидха Лирот Шаха. Не дашь ты того, кто стремится к тебе, кто полагался на тебя, в этом смысле здесь Хасид, кто полагался на тебя, кто, как в разговорную ибритию, кстати, говорится так, они лох, Хасид, Гадоши лох, я не такой уж большой его сторонник. Хасид, в смысле сторонник, тот, кто на его стороне находится. Так Хасид, себя называет Давид Амёнов, я на стороне твоей бы. То есть я под ту же сторону баррикад, что и ты. Я с тобой был, это суть человека, быть по одну сторону, боряться всевышней, если так может быть говорить. Лотто Тен, Хасидха, Лирот Шаха. Не дашь ты тому, кто с тобой был, старался быть с тобой, видеть уничтожение, аннигиляцию, стирание души, потому что в другом мире может произойти и такое тоже с человеком, что что? Она как бы стирается, она как бы, как говорится у нас в книгах В.Р. Шаха, опускается в глубокий колодец, где не находится, не находится в ситуации видения Зив-Гашхина, видения сияния света, ослепительного, потрясающего света мудрости всевышнего. То есть эта судьба очень другая совсем получается, совсем не то выходит. Я тоже больше не хочу об этом говорить. Говорит Давид Амеллах только ты не сделаешь так, что я туда попал. Потому что я старался быть с тобой, старался быть к тебе, я старался твои интересы учитывать и как-то жить свою жизнь не бездарно прожить ее здесь. Последняя фраза у нас можно перевести как просьбу, можно перевести как констатацию, можно перевести как пророчество, что так оно все равно будет. Любой перевод годится, а именно то диэйни о рахаим. Я полагаю, это Давид Амелла говорит, я полагаю, ты мне все-таки сообщай, как мне в жизни себя вести. То есть о рахаим это путь жизни. А то диэйни леодия ли. То диэйни сообщи мне как, то есть через свою тору, через свои книги и прочее, сообщай мне как мне жить, мудрость жизни. И что тогда будет, если не покажешь путь жизни, что будет. Еще уже он уже к жизни тратяет, все, нет смерти, теперь мы уже о жизни говорим, о живых людях. И что будет самоход это панеха. То есть будет насыщение, процесс насыщения, процесс насыщения. Насыщение радости, постижение тебя, вот правильно переводится. У вас не так это. То есть если то диэйни, о рафаин, если я по пути жизни иду, по пути, как ты хочешь, то у меня будет процесс насыщения радости, какой радости, тем, что я постигаю тебя. По одним, это же нутро, ну, суть, да, панеха, суть хивычная. И вот этого результата я буду радоваться, что я постигаю, что каждый день я еще немножко больше понял, еще немножко увидел больше. помните, это перекликается с тем, что мы говорили. Помните, говорили, что когда на меня этот канат обрушивается, то я нахожу даже и приятную сторону в этом. В чем? Не в боли и в наказании, а в том, что может быть это за счет того, что в олам о нецах, что в вечной жизни не было бы этого уже. То есть я нахожу что-то и положительное в этом. А вот он здесь возвращается к этому, и вот он показывает это. Прямо мы находимся, что мы там переводили не так уж плохо, оказывается. Тут говорится так. Смотрите, я буду постигать твою суть. Неемот би-яминха нецах. Удовольствие от тебя, от твоего хэсед, от твоего сути и прочего, это вечное. Нецах. Нецах, как пишет Мальбим в своем комментарии, нецах, в отличие от леолам, вы знаете, есть леолам. Леолам это вечер тоже. Зе леолам вае. Это навсегда. А нецах что такое? Леолам это значит, что навсегда, в смысле, что мы конечные, а это бесконечные, это вот всегда будет. А нецах это вообще настолько бесконечные, что мы даже не можем понять. Потому что леолам и может понять. Человек живет 120 лет, а что-то может быть не 120, а может быть всегда. то есть мы понимаем 120, и мы можем понять, что такое бесконечность. Отношение, вот есть 120, а есть бесконечность. Нецах мы не можем понять. Это вообще, так сказать, запредельно. Вот так вот, запредельно. То есть получается, что неэмод, духовное наслаждение от души, от постижения тебя в этом мире и в будущем мире тогда уже будет. Мы уже говорили об этом здесь. Нецах это запредельно. То есть он даже и не говорит ничего. И теперь, наверное, понятно, почему это читает в Бейт Авель. Почему читает в доме, где траур есть. Потому что это очень сильные слова, которые показывают, что в этом мире можно сделать и что в будущем мире можно как бы выстроить себе.